Двадцать шостого красавика 1989 года у Минска отбылась первая массовая акция, присвеченная наступством Чарнобыльской катастрофы. Акцию под названием «Гадина смутку и молчание» организовала Белорусский народный фронт за перебудову Адраджэнне. Люди собрались на площади Ленина, которая с 1991 года заявляется площадкой незалежности. Гадина смутку и молчание была запланована и проведена як маукливая акция. Трагизм Чарнобыльской катастрофы символично подкреслевался с упольным молчанием тысяча людей, які пришли и приехали на гэты незвычайный митн из разных белорусских городов. Люди молчки стояли с запаленными свечками, тишиню над площадью подкреслевал мерный гук жалобных звону. Гарели. Плавилися восковые свечки, у паветры лунали чорные хоругвы с назвами белорусских городов и местечек, потерпелых от радияции. Важно памятать, что в 1989 году отбылось две чернобыльские акции. Митинг Гадина смутку и молчание 26-го красавика и первый чернобыльский шлях 30-го вересня. У Вогуле 89-й год был отметный тем, что демократичные процессы стали реальной изъявой у жизни белорусского громадства и худко охопили всю Беларусь. Ишло змагание новой незалежной демократичной Беларуси со старым коммунистичным тоталитарным минулым. Разгон уладами дядов 30-го Костричника 88-го выглякал у громадстве адворотную реакцию. 19-го лютого 89-го года отбылся массовый шмат тысячный митинг у поддержку перебудовы на стадионе «Динамо». У Саковику 89-го – шерах выборчих митингов у поддержку демократичных кандидатов у народные депутаты СССР. Выборы отбылись от 26-го Саковика. У вынику от Беларуси были обраны некальки демократичных кандидатов Василь Быков, Александр Добровольский, Виктор Корниенко, Юрий Воронежцов, ДИИНШИЕ. Красавицкий митинг, ходи на смутку и мовчание, протягнул в уличную активность демократичных силов. У 1989-м годе тема чернобыльской катастрофы у Беларуси прагучить надзвычай востра и актуальна. Улады будут змушены распачать серьезные действия по смещении наступству ядерной катастрофы. Выстава фотографа у Владимира Сапогова, присвеченная митингу «Гадина смутку и мовчание», организованная Правообороншим Центром Весна и Центром доследования у громадянской супольности Беларуси, набывая надзвычайную актуальнасть и символизм на пиаре над днепуску беларуской атомной электростанции у Островцы. Юнак у адгазнику тримая в СССР в кистях с жорной жалобной стушкой. Головная хоруува митинга «Чарнобыль», 26-я красавика «Гадина смутку и мовчание». Справа со свечкой в руках поэт, сябра товарыства молодых литераторов тутэйшая Павел Дзмитрук. Павел Дзмитрук. Дзмитрук. Счастливый дзмитрук. Затклобавый дзмитрук. Павел Дзмитрук. Павел на акции, познав себя на задымку. Памятую, но не за натого, а мало ничего. Жили на эмоциях. Не знаю даже, если оно болело ярче. Тогда, когда у дома было двое деток двух и четырех годов. И сейчас, когда побочишь шабечу унук десяти годов. Жили тогда? живем теперь. Как болит этот край, лебединая песня народа, как болит этот край, как болит он, о, как он болит. На площади Ленина, якая зараз незалежности, на митинг собрались некольки тысяч человек. Люди стоять аккуратно, не топчуть клумбу с тюльпанами. Пришло вельми шмат людей, али на той участку площи, что перед Домом Ураду милиция не пускала. Стояли щильно, у притирку один до одного. Сдаяться, не было никаких промовок. Может быть, Дзянон поздняк сказал ступное слово. Али только некольки фразы. Молчание и некая напруженность, отчувание тревоги у поветри. И час от часу бил звон. Памятую тую гадзину смутку и маучанья. Памятую пранізливый голос жалобного звону. Памятую, як дрыжела полымя свечек у долонёх моих и тых знайомых и незнайомых людей, что опынулися побачь. Памятую незвыклуюсь по сярод городу, тишиню и нейка издавалася лезь незаклятое маучанья. Памятую гаркотное почутё бяды, отчаю, непоразуменне, до якого дзивным чинам примешивалася отцяння гонору, что мы разом, что сдольная дазлучнасті вось гэтай глыбокай, амальбяздонной маучы, разлеглай широка над вясною сумам, над параніной землёй, неразяснелам яшча святанкам андраджэння. Гадзина смутку, насамрэч, выявляла лучнасть народу у суровым и страшным выпрабаванні, якое не адужаешь, не скинеш, быцам неудалых уладнікаў, з якоў заставаласа толькі змірыцца і ад якога не було відно паратунку. Справа музыка з гуртам Роя журналіст Уладзе Дэвэдовскі. Гаругвы з названію мястэчык і гарадоў першаў Славгород забруджаных радыяціў. У центры у тёмной вопрацы, тады студент юрфака БДУ, ў будучым дэпутат Верховнага Савета 13-га склікання Павел Знавец. Справа у тёмной курцы активіст бэнея в центральнага району Мінска Єнаць Коласаў. Мінімум міліцыі на площы і цэлае падразделенні на пагатові ў дварах. Гэтае тактыка падчас масавых акцій стане звыклай для Мінскай міліцыі ў наступные 30 гадоў. На будынку Мінскага Гарсавету выявы савецкіх узнагародав горада. Па центры з бусамі актэвіст бэнея в дэпутат Мінскага Гарсавету сябры дэмократычный плыні ў Гарсаветі Єоргі Кунцевіч. За хорогвай краснополі просто ў каміру глядзіць актэвіст бэнея в Сяргей Андросаў. Другі злэва актэвіст бэнея в Єнаць Коласаў. Другі справа мастак Уладімір Вишнеўскі. Былі на акцій і Талакоўцы. У районі Червонага Кастёла стоялі ся свечками і плакатами з назвамі гарадоў і дозамі радыяцій. Стоялі ля гатэля Мінск, а милядицыанты бляжеў до Кастёла. Пасля рушылі на площу. Стоялі мовчкі, схылівшы галору, ся свечками. Недазволіны митных. Але милядицыанты людзей не хапалі. Чарнобыль – наш боль. Гэты слоган стані симвалам ўсяго 1989 гаду. Там була вельмі шмат людзей і шчыльно стоялі. Я була без Сергія Мацкевича. Мы тады пачарзе ходіли. Дачка Вера була малая – сім місяццаў. Памятою, што з немцами пазнаўмілися. Яна чекалі аб'яднані Германі і казалі, што справа часу. Абдымаліся, бо була надзія і ў їх, і ў нас. Была тёпла. Прамоваў не памятою. Здаецца, прамоваў не було. Мене захаваліся записы, што гэта бала година маўчаня на площі Ленина с девятнадцати до двадцати годин. Люди стояли с чорными павязками, чорными стягами, чорными хорохвами, с назвами потерпелых адратиаций беларуских городов. Памятою, што някто з присутных здивився чорному колеру, то ему потлумачили, што гэта жалобны дзень. Пришел на митнг с сябрам, наастрою абудуў был прыгнечены. Пачувад людзей, што на новакульных вулицах шмат мелицы і вайсковых машин, а лі сам не бачу. Сдаецца, ў гэта дзень ўлады правелі свой альтернатыўны чорнобыльскі митнг. Памятою, як неслі звон, памятою маю Тодоровну Кляшторуную. У тэя восьмидесята дзевносты я ни адною акцій не прапускала. Спачатку пару слов ў прамовіў Зянон Пазняк. Затым тишыня і удары звону. Чамусть і память захувае толькі чорнышырую картину. Разгун дзядуў і тоў колярах памятою. В осень, калі выступаў Олесь Адамович, згадываю дождь. На правой полове Патаздымка ў плащах стоять беларускі мастаки ўладимир Басалыга і Олесь Шатерник. Памятою тую акцію. Эта была одна з перших акцій, ў якой ў браў дзел. Акція отбылась і на площі Ленина, нас ў предшервонага костёла. Сабралася каля адно і двухтысяч чалавек. Быв не які хлопец, які керавав акцій. Спачатка ўн загадав ўсім запаліць знічыў. У кого яны былі, тіе запаліли. І так ў маўчанне стоялі. Пасля хлопец сказаў, што акція закончана і можна разыходецца. І ўсі разышліць. Гэта была наогал одна з перших акцій, дзе я ўдзельничала. Мы з мужем Славам прышлі, запаліли свечкі, пастоялі і пайшлі. Якраз пасля гэтага праспару тыдня пайшлі ў фронт записывацца. Пазняші акцій отклаліся ў памяти больш. На фотоздымку ў центру скульптор Павел Лук. Вялікая кулькість людзіў, які реально былі далёкі не толькі ад БНФ, а нават агулам ад палітикі. Памятою твары людзіў, які адчувалі, разумілі трагедію. Багата хто з їх, асаблі ва жанчыны, плакалі щыра. Што можна було адчуваць ў такі дзень? Жах ад трагеды і смутык папамерлых. Здавалася, што ад гэтага залежыць нешта важныя. Научанні на площы перарывалася толькі гукам звону смутку па ахвярах. Тымі, што ёсць і тымі, што будыць. Актывісты з плакатам. 26.1986.1989. У стравах і справах Чарнобыля прысмак. БНФ. Момант калі на стелу з пропагандыскай савецкай символікай чалавек вешае жалобны чорны стяг. У центры журналіст Вячеслав Хадасовський і публіцист Єоєн Гудзінас. Злева мостак Хведрладудька. У центра Вячеслав Хадасовський і публіцист Єоєн Будзінас. У верхній правай часці фотосдымка сядзіць фотокоррэспандент Сергій Грыц. Злева ад яго журналіст, заснавальнік інформаційнава ахенства Белапан Алесь Ліпай. Злева в і шея Далесі Ліпайя журналіст Александр Вальвачоу. На будинку хателі Мінськ бачний самай популярний у той часи слоган «Перістройка, дімократія, гласнасть». В той час було відчування єдності. І було зрозуміло, што далі робіць. Аднак, на жаль, гацея розуміння з часам не як знікла. А радаяця – не. ГРОМАДСКИЕ АКТИВИСТЫ Злева – профессор Микола Савицкий, справа – Анатолий Белый. У клумбы тюльпану у дельнікі мітингу ставять нічим. Вось тільки контур я і пам'ятаю, свечки. Пазняк виступав. Я таде його бачу у другіці, треті раз у житті. Люді глядяць, як на вершині прапагандыцькай стелы чалавеку мацовує жалобні чорныстях. У Центрі депутат Верховного Савета 12-го склікання журналіст і активіст БНФ Сергій Навумчик. Студэнты Театральна Мастацькага інстытута, цяпер Акадэмія Мастацтвау. Андрэй Азаров, Арсений Беловец, Вітлёвшэня, Наталя Навоэнка. У Центрі Мастаць Вєдр Ладучка. У Центрі Мастацька. У Центрі Мастацька. У Центрі Мастацька.